Бро, встречаю тебя сегодня в детализированном, женском, замечательном, красивом образе. Это Revelation Great Journey, либо Revelation Mobile. Игра будет называться по-разному в зависимости от региона, в котором она будет выходить. Я скачал корейскую версию, завтра будет доступна английская версия, но в плеймаркете игра недоступна, а глобальный релиз обещает нам только на конец этого года. Итак, по предыстории есть у нас была подружка, сначала она нас спасла, потом мы её спасли, но в итоге она, короче, откинулась, пожертвовала собой, чтобы победить демона. Сразу отмечу, классная графика, это думала, а что у меня телефончик начал греться, а потом, смотрю, тут лепесточки летают, трава шевелится, ветер дует, ну, всё понятно. Графонии завезли. Катсцены, как видишь, тоже завезли, завезли их классные. Как заметил один из подписчиков, очень похоже на смесь Ражи и ПВМки, и вот, да, красота от Ражи, конечно, присутствует. Тоже сочненько, всё красиво, замечательно отшлифовали, не поленились. Но, похоже, тут никаких боевых действий у нас не будет в этой катсценке, да, просто смотрим, как девчушка танцует. И есть у нас локации как наземные, так и подводные, в которых можно свободно перемещаться, плыть там под какими-то корягами, и там тоже бывают различные сундучки, которые мы можем полудать. Итак, побазарим с мальчишкой. И пойдём дальше. Посмотрим боёвочку, посмотрим скиллы, а ты себе накидай чего-нибудь вкусненького, видосик будет, скорее всего, не короткий. И да, тут есть повышенная кадровка, как её поставить. Сейчас я тебе её покажу, наверное, или не покажу, уже забыл. Ладно, не суй. Если будешь скачивать английскую версию, там будет более понятно. Я же тут работал с Google Объективом. Итак, у нас пока диалоги с мальчишкой. Что-то он нам делает лечиво. Он нам даст сейчас петушка. Нет, или мы петушка должны купить? А, это типа скидосик нам. Это местный барыган. Он говорит, хочешь петушка со скидочкой? Я тебе сейчас его фоточку скину, где его можно будет найти, под каким пеньком он будет лежать в пакетике. Разумеется, всё данную я тематику не одобряю. Итак, у нас красивое, ой, красивое дерево, розовенькое всё. Это что у нас за такой транспорт интересный, бумажный самолётик? Ну, видно, ветерок колычется, поэтому летаем себе спокойно. Но летаем по дороге, заметьте, ребята. Летаем строго по дороге, потому что бумажный самолётик может поломаться у нас об кусты. Локации большие, локации прикольные и локации красивые. И просматриваются далеко. Да, это у нас какой-то приморский городочек. Сюда мы попали через море, разумеется. Но плыли мы не на корабле, а плыли мы под водой. Также тут есть различные состояния, как я понял. То есть, состояние дыхания. Нельзя там вечно где-то шарахаться. У нас будут накладываться своеобразные эффекты. Мы пока себе по оконникам летим, рассматриваем город. Игроков, конечно, вроде не видим. Хотя, может быть... Нет, это у нас открытая локация. Тут у нас кто-нибудь да должен будет быть. Либо NPC-шки, либо игроки. Ну, мы пока фигачим по квестовке. Классы я, наверное, тебе показать не смогу, потому что не переходит выбор класса снова. Но взял я класс, он похож на... Скорпион, наверное, как-то так. Ну, по крайней мере, аббревиатурка была Скорпиона на этом классе. И это класс с двумя кинжалами, которые ими орудуют на право и на лево. Это своеобразная интерпретация у нас ассасина, либо убийцы. И что ты? Ты хочешь подраться? Ай-яй-яй, есть у нас уклоны, кстати. Ох, нифига себе ты там захерачил. Ну, давай, иди сюда. Давай. Вот это охрененный скилуха, где она просто раскидывает вокруг себя свои... Даже не знаю, как это оружие называется. Косы на цепях. Косы на цепях. Ну, к сожалению, она вроде не притягивает ими, просто раскидывает. А жаль. Сейчас откатится, и мы еще раз посмотрим. Приблизим. И зафигачил. Хопа! И призафигачил урон ауешный. Блин, выглядит, конечно, красиво. О-о-о-о, начало. А нет, все нормально. Да, тут есть различные квестики, то есть не просто там авто-авто-авто. Где-то надо будет нарисовать иероглиф. Где-то она будет поставить отпечаток, где-то она будет что-то поговорить. Это у нас опять какая-то, ну, более официальная барыга. Которая у нас банчит, наверное, какими-нибудь прикольными штучками. Говорит, посмотри на левого барыгана. Может, у него что-нибудь есть? Говорит, нет, у меня ничего. Хороша, хороша, персонажики у нас корейские. А издатель NetEasy Games, все мы прекрасно знаем эту компанию, по не совсем и плохим играм, и хорошим. То есть она выпускает разные игры, бывает очень годные, бывает не очень годные. Видать, в зависимости от загруженности компании. А нет, смотри-ка, тут по листьям пролетели. А то есть вообще как-то вообще пофиг. Да, можем летать, как нам вздубается. Выше вроде подняться не можем. Так, позарим с чувачком. Опа! Крылышки у нас есть. И что? Вот я не люблю, конечно, полеты. Ой, как не люблю эту херню. Вот эти полеты, воздух, вода еще, ладно, там. Как-то более приземленно. Какой-то очередной у нас мальчишка. Фига себе. Фига себе она стартует резко. Ладно, походу тут у нас экшона не будет побазарить. Естественно, как мы высоко. Ну, походу, довольно-таки высоко все-таки забрались. Началось, началось. Квесты на полеточку. Интересно, а можно будет на авто пройти их? Нет, на авто пройди нельзя будет. Еще и за минуту надо пролететь. Ускорее... Ай-яй-яй. Все понятно. Все понятно. В общем, полетики мы пропустим. А нелюбимое это дело. А как видишь, я уже обзавелся довольно интересным скинчиком. Который дали нам бесплатненько. И сейчас мы идем, наверное, получим какой-то яйчишка. Это у нас библиотека, наверное, что-то в этом роде. Девчушка нам все тут показывает и предлагает к ней зайти. Говорит, давай сюда бабло. И будет тебе счастье. О чем-то мы базарим на иероглифах. Есть, как видите, вариативность в ответах на вопросы NPC-шек. Не знаю, конечно, как она будет влиять. Возможно, это сделано просто для разнообразия, что, в принципе, тоже неплохо. Что, данная функция завезли. Ага, ага. Нет, нет, мы будем просто точиться. Просто заточили шмотку. Ничего нового. В принципе, обыденность для MMORPG. Мальчишка в латах. Тоже у нас есть несколько вариантов ответов. Что это такое? Угу, чатик какой-то. А, ну да, это чатик же у нас. Все понятно. Давай заканчивать с данным действием. Листочек. Что с ним сделать? Опа! Призвали какую-то феечку мы. Теперь с нами будет летать вот такая розовенькая, миленькая феечка. И как видишь, когда персонаж ничего не делает, он не просто стоит как деревянный, а выполняет какие-то движения. То есть, как-то оживляет себя, как-то подает себя, делает более интерактивным, более красивым. Это наша феечка, которую мы будем кормить пилюлечками. Разумеется, их, наверное, будет тут огромный выбор. И будем мы их выбивать с помощью гачи. О, драка, 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 наконец-то. Ай да, погнали, чё ты. Хопа! И посмотрим, по-моему, наверное, ещё последний скилл, который я не видел. Оу, это что такое? Неплохой инвизик с уроном. В общем, ангелочка чёрного мы написонили. Фу-ху-ху-ху-ху-ху! Как видите, механик здесь будет достаточно. Что, покрутить надо? Нажать на солнышко? И увеличить себе Б-эм! За счёт... Опа! Мы призвали какую-то СР... А, ну это и была гача. СР-девчушечку. Ну, это у нас наградки за бабло. Кстати, вот пока играл, наверное, уже четвёртый баннер всплыл. Хорошо, что они все разные. Как бы всплыл, закрыл, всплыл, закрыл. То есть, надеюсь, они потом нас доставать не будут. Итак, нужно их экипировать, наверное, надо было. Но меня куда-то отправило. А, ну, игра будет весить немало. Говорит, надо ещё докачать, и всё будет прекрасно. В общем, это наш персонажик. Можно, кстати, как видишь, прямо тут через всякие штуки пробегать мимо, вправо, влево, осматривать. Камера крутибельная во все стороны, как хочешь. Хочешь приближай, хочешь отдаляй. На всё можно посмотреть. Есть движение, есть танцы, то есть, социалочку тоже завезли. Такая игрушечка, надеюсь, тебе понравилась. Не забудь подписаться на телеграм-канальчик. Там также есть чатик-болталочка, куда ты можешь писать свои предложения, свои мысли и вообще пообщаться на любые добрые темы. Обнял, приподнял. И до встречи на следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok